Место встречи осталось неизменным. Это территория у озера Запольское. В преддверии открытия форума здесь была проведена масштабная очистка. Но пока купаться участники не планируют. Не позволяет погода. Да и времени в первый день работы форума в обрез. Знакомство друг с другом и будущими наставниками в эти дни главная задача форумчан. Конкурс на территорию смыслов это как конкурс на хороший федеральный вуз. 6-7 человек на место. И конечно мы физически, к сожалению, не способны позвать всех. Но здесь собрались именно лучшие. 7 тысяч человек, по тысяче каждая смена. И нам кажется, что они приедут сюда точно не зря. Их день расписан по минутам. Организаторы говорят, форум не для развлечения, а для серьезной работы над собой и своим проектом. Агентство по делам молодежи на все гранты в этом году выделило 250 миллионов рублей. Сколько из них достанутся участникам территории смыслов, станет известно только в конце августа. В прошлом году, например, отсюда увезли 50 миллионов рублей в качестве грантовой поддержки. Среди них были и владимирцы. В этом году на форуме будет более 400 участников нашего региона. И ставка в первую очередь делается на них. Важно, чтобы наша молодежь во всех сменах, будь то технические развитые ребята, будь то филологи, педагоги, ну для меня, конечно, молодые политики очень важны смены. Любое направление, очень важно, чтобы наши ребята показали свои способности, насколько они талантливы и как они могут защищать свои проекты. Живут участники форума по-прежнему в полевом лагере. Год от года организаторы делают площадку более удобной и привлекательной для молодежи. Во-первых, мы немножко изменили внешний вид, если вы заметили. Добавили на сцене, посадили, во-первых, около сцены большие деревья. У нас теперь там некий лес. Очень много в сетевой инфраструктуре изменений. У нас центр управления повысил свои возможности. То есть, в принципе, довольно много, но посмотрим, участники оценят. Самый главный у нас экзаменатор – это участники. Форум именно сделан для них. Ну а также участники форума имеют возможность прямо на месте распечатать свои впечатления. И этого здесь работает вот это устройство. Чтобы им воспользоваться, необходимо сделать фотографию, разместить ее во всем известной социальной сети с хэштегом «Территория смыслов». Ну и отправить на печать. Мои фотографии в этом списке пока еще, к сожалению, нет. Поэтому я выберу фотографии других участников, распечатаю и оставлю себе на память. Новый арт-объект, который установлен на территорию смыслов в этом году – это большой шар в виде Луны. Он был установлен буквально несколько минут назад. И даже сами организаторы пока не знают, как будут его использовать по практическому назначению. Планируется, что в вечернее время он будет свидетельствовать разными красивыми огнями. Возможно, будет использоваться как арт-объект для фотографий, либо же как объект для проведения учебных занятий. Возможности форума и площадки одной из первых оценила губернатор области Светлана Орлова. Третий год подряд масштабный молодежный слет принимает Владимирский регион. Системы здесь с каждым годом совершенствуются. Очень много информационных вещей. К примеру, можно зайти, видеть всю территорию лагеря, что здесь делается, какая безопасность, какое питание, кто поел, кто не поел. Понимаете, да? А то, что темы животрепещущие, ну так они волнуют молодежь, поэтому и темы животрепещущие. Первая смена посвящена студенческим активам, клубам и СМИ. На протяжении недели они будут встречаться с именитыми российскими режиссерами и телеведущими. О том, как вывести студенческое телевидение на новый уровень, хотят узнать студенты из Пензы. Они организовали собственное профлайв-ТВ, несмотря на то, что обучаются совсем не по профилю. Ольга – будущий экономист, а Влад – строитель. То есть про студвезд мы снимаем видео, про, я не знаю, про какие-то еще мероприятия, допустим, Влад Бурштукши снимаем. Ну даже не только в университете, мы снимаем и городские конкурсы, например, всякие мисс студенчества и другие городские конкурсы. То есть мы стараемся освещать события по мере возможности, которые у нас есть. Кроме активных студентов в форуме примут участие молодые программисты, бизнесмены, добровольцы, парламентарии и социологи. И впервые в этом году молодые специалисты транспортной отрасли. Помимо непосредственного обучения, всех участников ждет масса мастер-классов, активностей и флешмобов. Форум «Территория смыслов на Клязьме-2017» считается официально открытым! Форум «Территория смыслов на Клязьме-2017» считается официально открытым!